Олег Шубин спрашивает, какие положительные, отрицательные моменты для власти России в связи с пандемией. Ну, Олег, плохо, совсем плохо Путин-то. Понимаете, вот это падение цен на нефть, авторитарный режим. Почему они так обычно скрывают какие-то там несчастные случаи? Потому что граждане все относят насчет власти. Пандемия, значит, власть виновата, допустила. Тем более, что там ясно, что виновата, скрывала размеры пандемии. И там уже в ситуации, ну, крайне тяжелой. Начали приниматься какие-то меры. Есть еще один момент. Сейчас потихонечку начинает распространяться информация. О взрыве на Векторе в ноябре. На хранилище этих самых вирусов. И очень может быть, что это не... Я не согласен со швецом, что это умышленное заражение в Ухане. Может быть, это не умышленное. Просто распространился вирус, и там кто-то из Ухани был. Или несколько человек. И они его привезли после взрыва под Новосибирском. И для Путина все очень плохо. И я не знаю, как он будет выворачиваться. Понятно, что пропаганда будет все выворачивать на то, что он спаситель нации, спаситель народа. Вовремя там объявил карантин. Спаситель. Вот. Поверят ли этому? Не знаю. Граждане. Да. Вот. Ничего хорошего Путин не ожидает. Цена на нефть упала. Это единственный там... Газ, нефть – единственные источники финансирования режима. Они разрушили страну, разрушили экономику. Ну, ладно, там гражданам ничего не достается из этого. Но теперь и им ничего не достается. Тяжелый период. В этот момент, конечно, нужно создавать программы восстановления. Но программы в условиях авторитарного режима, в условиях, там, безумной коррупции. Никакая программа работать не будет. Я не очень понимаю, как он будет выкручиваться из этой ситуации. Боюсь, что он делает еще несколько ошибок, после которых народ все-таки захочет поменять власть. Тем более, что очень сильные тенденции сейчас, ну, вот, региональные, региональные власти заявляют о том, что они там могут начать спасать себя самостоятельно. И самое главное, делают это. И карантин, карантин, которые, или, там, любая политика, любые действия, которые делаются региональными властями, вне всякой связи с центральной властью, Ну, это вот заявление о автономии региональной. Вот, так что... Этот COVID-19 проявил, ну, самые опасные для Путина тенденции. И чем все это закончится, я думаю, что не знает даже сам Путин.